Всех приветствую! Продолжаем рассматривать фотографии артистов, знакомиться с их автобиографией. Французская артистка Перет, известная своими ролями в оперетах Оффенбах, ряд главных партий, композитор создал специально для нее Ортанс Шнейдер, также Гортезия Шнейдер, настоящее имя Кэтрин Жанна или Каролина Жанна Шнейдер. Я пользуюсь переводной эпидемией. Ортанс Шнейдер родилась 30 апреля 1833 года в Бордо. Была дочерью немецкого ремесленка, жившего во Франции. Ей не училась в Бордо у Шафна. В 15-летнем возрасте начала выступать на театральной сцене в родном городе, играя во Девиле. Профессиональный дебют состоялся в 1853 году в Ажейне, в роли Инессы, фаворитки Денидсей. Впоследствии она выступала в вожении в различных амплуа, от инженю до первых любого. Инженю – это наивное актерское амплуа, изображающее наивную и невинную девушку. Благодаря актеру Жанну Франсуа Бертлие составилось знакомство актрисы с Жаком Оффенбах. И 31 августа 1855 года Артан Шнейдер дебютировала в Париже на сцене театра «Буф Паризье» и его скрипачи. В 1858 году родился ее единственный сын, вероятно, от связи с герцогом Карамоном Кадрус. Ребенок рос болезненным и слабым, к тому же оказался умственно отсталым, и Артан с много времени тратила на уход за ним. В 1119 году он умер. Успех, который Шнейдер имел у парижской публики, принес ей ангажементы в театре «Вритэ», опозднение в театре «Пали Рояль». Где с 1858 по 1864 год она пела в водевилях, комедиях и мелодрамах. В 1864 году в настоянии Оффенбаха она вернулась в театр «Вритэ», где стала исполнительницей главной роли «Прекрасные леты». Они последовали партии в синей бороде, герцогине Геррельштейнской и Перри Колле. В 1868 году выступления Шнейдер, отличавшиеся блеском и динамичностью, собирали огромное количество зрителей, включая коронованных особ. Ей преподносили подарки короли Баварии, Португалии, Швеции, вице-короли Египта, английский принц и русский импират. Во время северной выставки 1867 года в Париже ее номера служили для привлечения фешеневельной публики. Бояджиев, советский театровед, театральный критик и педагог, вот так писал. Шнейдер смогла с большим таком в яркой и смелой форме передать философию оперетты, вводившейся в проповеди гедонизма, легкого отношения к жизни, призыву пользоваться радостями жизни, не стесняясь законами моря. На пике славы совершила гастрольные туры в Лондон, Дублин, Глазго и другие города. Так, в 1869 году она 96 раз выступала на различных сценах великого рита и имела огромный успех не в последнюю очередь благодаря подчеркнутому эротизму своего сценического образа. Обладала непростым характером, что заставляло ее неоднократно объявлять об уходе со сцены и вновь возвращаться. Последней ее ролью стала заглавная партия прекрасной курочки эры. Поскольку в отзывах критики последовали нелестные намеки на возраст актрисы, Шнейдер решил окончательно расстаться с театром и больше не выступать на сцене. Последние годы жизни она провела в своем парижском особняке, не появляясь на публике. Умерла в Париже 6 мая 1120 года, была похоронена на протестантском кладбище в Бордоо. Обладала красивым гибким голосом, блестящей вокальной техникой и выразительной дикцией. Кроме того, ей были присущи яркий темперамент и комедийный талант. Вот так вот вкратце из переводной википедии о французской артистке Аперетте, которая известна своими ролями в Аперетте Хофенбаха, Ортанс Шнейдер. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.